Юрий Селиванов. Повторения 41-го не будет. Статья за 2 июня 2020 года. Западным разработчикам очередного Дранг на Хостен следует предельно внимательно изучить новый документ российской оборонной политики, насквозь пронизанный намерением полностью исключить возможность нанесения по Российской Федерации фатального первого удара. Президент Российской Федерации Владимир Путин своим указом номер 355 от 2 июня 2020 года утвердил основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. Указанный документ является по сути сводом фундаментальных правил и граничных условий использования российского ядерного потенциала как средство недопущения военной агрессии против РФ в предвоенный период и как инструмент нанесения гарантированного поражения противнику в случае начала такой агрессии. Президент Российской Федерации Владимир Путин А теперь давайте рассмотрим некоторые не вполне дружественные России и державы на предмет их соответствия вышеуказанным требованиям государству кандидату на ядерное возмездие. При прослушивании статьи остановите запись и внимательно прочитайте скриншот. Наращиванием группировок сил общего назначения на сопредельных территориях со средствами доставки ядерного оружия занимаются практически все прилегающие к России европейские страны-члены НАТО. Масштабы наращивания натовских военных контингентах на территории Польши, Прибалтийских государств, Румынии постоянно увеличиваются. И при этом имеет общий характер развертывания новой линии фронта против России, выдвинутой далеко на восток, что при определенных условиях вполне может быть расценено руководством РФ как подготовка к военной агрессии. Таким образом, ряд восточноевропейских стран НАТО старательно выполняет первое условие Путина, обозначенное в основах ядерного сдерживания. Причем не будет иметь принципиального значения даже факт осуществления такой агрессии на определенном этапе только неядерными средствами. Потому что 17 пункт на скриншоте РФ оставляет за собой право применять ядерное оружие в ответ на применение против нее и или ее союзников ядерного оружия и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства. С учетом того, что решение о наличии угрозы самому существованию государства принимает исключительно российское руководство, без оглядки на мнение каких-либо западных партнеров, можно констатировать возможность наступления не вполне ожидаемых этими визави последствий, при которых они будут рассчитывать на безвозмездное продолжение неядерной агрессии, а Москва в то же время решит, что пришла пора дать супостату полномасштабный, в том числе ядерный ответ. Кроме того, некоторые из вышеупомянутых государств рискуют настолько, что считают возможным размещать на своей территории средства доставки ядерного оружия. Именно такими средствами являются бомбардировщики ВВС ФРГ «Торнадо», истребители-бомбардировщики ВВС Польши и Румынии «Ф-16», а в перспективе ФА-18 и Ф-35, которые имеют бортовое оборудование, необходимое для применения американских тактических ядерных бомб типа Б-61, а также крылатых ракет воздушного базирования, в том числе в ядерном снаряжении. Таким образом, данные государства подпадают также под пункт «Г» настоящих основ, который также обращает внимание на наличие у них средств доставки ядерного оружия. Мало того, авиационные группировки указанных государств НАТО не только имеют на вооружении соответствующие самолеты-носители, но также регулярно принимают участие в программах подготовки военного персонала к боевому применению американских ядерных боеприпасов. О прямом и грубом нарушении со стороны США в этой связи договора о нераспространении ядерного оружия ДНЯУ заявил в частности министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В Европе на территории пяти неядерных государств находится американское ядерное оружие, а в рамках так называемой совместной ядерной деятельности НАТО проводится обучение граждан военнослужащих неядерных государств методом обращения с ядерным оружием. Это прямое, грубейшее нарушение договора ДНЯУ. На это мы всегда обращаем внимание. Таким образом, даже с учетом только пункта А раздела 2 настоящих основ, все государства, фактически участники указанного выше грубого нарушения режима действующего ДНЯУ, являются законными целями для российского ядерного оружия и потенциальными объектами для удара возмездия. Пункт Б уточняет, что такие страны, как Польша и Румыния, серьезно рискуют своей безопасностью также, потому что охотно размещают на своей территории системы и средства противоракетной обороны, причем такие, которые с учетом конструктивных особенностей размещенного там оборудования, могут быть использованы в качестве стартовых площадок для ядерных крылатых ракет наземного базирования. Упреждающая нейтрализация ККВ-х, несомненно, станет одной из важнейших задач российских вооруженных сил в угрожаемый период. То же самое касается и различных систем высокоточного ударного оружия американского производства, которые некоторые европейские страны уже принимают на вооружение своих ВС или же заявляют о своем интересе к их размещению на своих территориях. Прежде всего это касается американских ракет средней и меньшей дальности, в том случае, если они будут развернуты на территориях указанных стран. Особенно интересным для польских властей представляется пункт Е, в связи с недавно озвученными идеями официальных лиц США о возможном размещении в Польше американских ядерных бомб. Весьма актуальными для такого рода читателей станут и те положения настоящего документа, которые определяют при каких именно условиях Российская Федерация может перейти от предвоенного ядерного сдерживания к практическому применению своего оружия массового поражения. В частности, нуждается в дополнительном разъяснении натовским стратегам тезис о праве Российской Федерации применить ядерное оружие в ответ на применение такого оружия против нее и или ее союзников. Здесь, будучи крупнозвездным читателем, следует обратить внимание на весьма высокую волатильность самого понятия ответного удара. Далеко не факт, что временем для наступления такого ответа в условиях неизбежности военного нападения с применением ОМП российское руководство сочтет именно момент достижения ядерными боеголовками противника жизненно важных целей на российской территории, просто потому, что такое ожидание было бы явно самоубийственным делом. Соответственно, переход к принятию решения об ответном ударе должен состояться значительно раньше, а именно в тот период, когда станет окончательно ясно, что противник перешел к стадии полномасштабной подготовки к нанесению первого удара. Таким образом, западным разработчикам военных планов против Российской Федерации было бы целиком правильно и благоразумно исходить из того понимания выражения «ответный удар России», которое предполагает немедленное уничтожение силами ядерного сдерживания РФ всех потенциально опасных объектов еще до их полного активирования и тем более до боевого применения. Проще говоря, все эти объекты будут немедленно уничтожены, как только станут очевидны, попытки их хозяев дернуться против России. Из чего следует, что натовским заправилам не стоит тешить себя иллюзиями насчет того, что все тузы находятся в их рукаве и они могут сколько угодно трепать нервы Москве своим военными игрищами на грани массированного удара. И если кто-нибудь на Западе по своей неисправимой наивности думает, что русские не сделали надлежащих выводов из собственной истории времен гитлеровского нашествия и будут в очередной раз дожидаться того момента, когда враг закончит все приготовление и первым откроет уничтожающий огонь, то могу их заверить в том, что они сильно заблуждаются. Уроки истории усвоены должным образом и впредь такое не повторится. В качестве паскриптума к теме поделюсь кратким воспоминанием о человеке, который в свое время открыл мне эту главную военную тайну. Был у меня соседом по кабинету в штабе Одесского военного округа уже старый тогда человек, фронтовик Великой Отечественной. Звали его Александр Николаевич. Так вот однажды, в ходе учебной тревоги, я тогда еще молодой старший лейтенант, выразил недоумение по поводу того, что многие офицеры штаба округа не особенно поспешили прибыть на свои рабочие места, ведь была бы настоящая война, с НАТО рассуждал я. По нам нанесли бы удар еще до того, как мы успели бы собраться и приступить к боевой работе, на что старый мудрый фронтовой солдат ответил мне так, а кто тебе сказал, что первым будет наносить удар противник, а не мы сами. Сегодня, при чтении основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания, мне в какой-то момент показалось, что мой сосед по штабному кабинету был одним из соавторов этого документа, и ведь по большому счету так оно и есть. Опытом истории пронизана буквально каждая его строка. Трагедия 1941 года не должна повториться. Россия больше не будет ждать рокового удара, и это должно стать ясно всем, кто рассчитывает пойти по стопам Гитлера. Юрий Селиванов. Повторения 1941 года не будет.